МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Студия 7", была первой профессиональной студией звукозаписи в Гомеле. Это музыкальное формирование сразу объединило вокруг себя талантливых людей. Поэтов, музыкантов, композиторов и, конечно, исполнителей. Именно из студии 7 вышел и рэпер Серега. С этим коллективом написал свой хит-бумер. Отсюда же родом и Максим Сопатьков. На юбилейном концерте выступили группа студия 7 и ее знаменитые выпускники. Андрей Еронин, солист легендарной группы Песниры и представитель Беларуси на Евровидении Александр Иванов. Завершил вечер новый проект студии. Девчонки из вокально-инструментального ансамбля Лилу. Академик Станислав Жуковский – один из выдающихся пейзажистов конца 19-го – начала 20-го века. Родом из Гродненской губернии он поступил в Московское училище, где его наставником был сам Исаак Левитан. Жуковского называют певцом русской усадьбы. При этом свои полотна он создавал на пленэрах и предпочитал писать с натуры. Вдохновленные его творчеством современные художники-передвижники из Беларуси, России, Узбекистана и Польши несколько лет ездят на международные пленэры, чтобы создать работы, посвященные памяти Жуковского. Они побывали на малой родине художника – усадьбе Журавлиное, Смоленске, Выборге, музей-усадьбе Архангельска в Московской области. Результаты пленэров можно увидеть на выставке во дворце Румянцевых и Паскевичей. Экспозицию представило объединение «Товарищество передвижных художественных выставок XXI век». Заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной музыки «Беседа» выступил в Гомельском городском центре культуры. Концертная программа ансамбля – это настоящий театр песни с чередованием хоровых, инструментальных и сольных номеров. Каждый с рассказом о простых житейских делах, людях и их чувствах. В этом и кроется секрет успеха коллектива, который каждый раз собирает полный зал. Коллектив является лауреатом и участником многих международных фольклорных фестивалей и праздников. Кстати, в следующем году ансамблю «Беседа» исполнится 30 лет. А напоследок анонс кинопремьер следующей недели. 6 февраля в кинотеатрах региона можно увидеть потрясающую историю Харли Квинн. Боевик «Хищные птицы» расскажет о том, как после разрыва с Джокером супергероиня собирает команду единомышленниц, чтобы спасти жизнь девочки от криминального авторитета. Семейная комедия «Игры с огнем» – это история суровой пожарной команды, которая спасла троих детей в лесном пожаре и в итоге стала няньками для непоседливых ребятишек. Самых юных зрителей ждут сразу два новых мультфильма – «Викинг Вик» и «Тролль. История с хвостом». С культурной жизнью региона вас знакомили Анна Корольчук и Валерий Гопанько. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Субтитры создавал DimaTorzok